Спасибо вам всем. Низкий вам поклон, ребята. Спасибо, что вы попали. Это такой несчастный момент. 70-летняя Валентина только что приехала с оккупированной территории. Она жительница Мариуполя. В Запорожье добиралась почти 10 суток. Предположили мою квартиру, которую... Как вы думаете, когда вас еще хотят проработать все эти воспитатели, то есть 45 воспитателей, проработать в детском садике и остаться вот так вот. Ее 12-этажку разбомбили в первый месяц войны. Валентина смогла выбраться буквально из руин. Стояла рядом с разрушенным домом и не знала, что делать. Вокруг продолжался обстрел. Все бегут, куда бегут. Такой страх Господь. Ой, ребят, не дай Бог. Соседи сообщили ее дочери, что мать осталась одна на улице. Дочь смогла приехать за Валентиной. Вот кинули на лицей бомбу. Рядом загорелся дом. А потом кинули на наш 12-этажный. У дочери квартиру разбили. Она меня к себе привезла на второй день. Все окна выпали с лутками. Ну, так... Нищая вот, нищая. Люди погибали просто потому, чтобы приготовить себе поесть. Ирина и Милена уехали из Мариуполя 17 апреля. И только 2 мая смогли добраться на подконтрольную территорию. 20 дней в Мариуполе они провели в подвале. Сама тяжелая была не знать, где твои родственники, которые живут в 15 минутах ходьбы от тебя. Невозможно было добраться. Постоянно шли обстрелы. Дети у нас 10 дней сидели безвылазно с подвала. Они не выходили вообще. На эти два месяца Милена забыла про школу и подруг. Она видела, как сгорел третий подъезд их дома. Слышала, как бомбят ее квартал и знает, что если закрыть голову подушкой, то будет не так страшно в подвале во время взрывов. Семилетняя девочка больше всего боялась, когда летали вражеские самолеты. У нас она обозвала этот самолет, который летал над городом. Это у нас Валера летал. Валера? Да, Валере было скучно, да, Милена? Да. Валера не была семей. И он занимался глупыми делами. В Мариуполе по-прежнему нет света, газа, воды и абсолютный информационный вакуум. Людям негде жить. Их дома полностью разрушены. Люди живут, я вам могу сказать, оборудуют такие места, которые, казалось бы, никогда бы не оборудовали. Это киоски маленькие, которые раньше продавали сигареты, ремонтировалась обувь. Вот в таких киосках сейчас живут люди. Он говорил, что там слоники бегают. Екатерина с 10-летним племянником Олегом выбрались из Мариуполя 19 апреля. Они прятались в подвале больницы скорой помощи. Их центральный район жестко обстреливали. Ну вот 7 апреля на Благовещении очень сильно бомбили все три стороны. То есть Азовстали, Ильича и Приморский район. И вот было, ты понимаешь, что вроде уже не в тебя падают эти бомбы. Но ты понимаешь, что они на кого-то падают. Это было самое сложное. Причем это было 7-го. Они просто такое впечатление, что самолеты не прекращали летать ни на минуту. Перед тем, как выбраться из Мариуполя, Екатерина пришла домой, чтобы собрать вещи. Забрать с собой смогла только самое дорогое – частичку своей жизни и города. Когда я добралась домой, у меня выбиты все стекла. Но я знаю, что мне повезло, потому что у других, считаю, сгорели вообще дома. И хотя бы у меня фотографии детские остались мои. Они в чемодане, мой альбом детский. А он такой еще здоровенный, знаете, картонный, тяжелый, но я не смогла его оставить. По сообщению Мариупольского горсовета, оккупационные войска России срывают эвакуацию более 2000 жителей. Люди уже две недели не могут выехать из оккупированного Бердянска. Сейчас в Мариуполе остается более 100 тысяч жителей. Более 200 гражданских прячутся на комбинате Азовстали. Надежда Сухорукова, Борис Яковенко из Запорожья. Специально для информационного марафона Freedom телеканала UA. Я больше не буду никому не чувствовать.